Детям всё равно на мнение людей, потому что они ориентируются на своё хорошо внутри. Я повторю это ещё раз. Детям начхать, детям наплевать, им всё равно, что люди о них подумают. Они ориентируются на своё хорошо внутри. Это важный ключ, чтобы нам стать такими. Ребёнку всё равно, как он выглядит. Он настолько увлечён своим внутренним миром. Он настолько находится в своих мечтах, в своих образах, в своих приоритетах, в своей игре. Ему всё равно, как он выглядит. Что о нём подумают. Ему главная та песенка, та сладкая песенка, которая звучит у него внутри. Ему самое главное – то пирожное, которое он вносит внутри себя и смакует. Он может бегать в рваных колготках. Он может бегать грязные. Особенно мне нравятся дети, знаете, когда дети едят конфеты или мороженое, и вот так вот испачкаются. Потом бегают по улице и пыль садится. Видели, у них как вот всё замурзанно вот этой грязью. И он счастливый. Весь чёрный, одни глаза, вот это. И он радостный. Ему всё равно, что вы обо нём подумаете. Ему всё равно эта дырка там у него на заднице или на коленках. Им вообще нет дела до общественного мнения. В отличие от взрослых, в отличие от нас с вами, у детей фокус на моё хорошо внутри. Что такое моё хорошо внутри? Моё хорошо внутри – это моя тайная комната. Это мои мечты. Это мои мысли. Это мои цели. Это мои радости. Это моё хорошо внутри. Это мои ценности. Это мои увлечения. Это мои приоритеты. Это моя картина мира. Это мои убеждения. Это моё хорошо внутри. И это в совокупности создаёт моё хорошо внутри. И для меня это приоритет. И я не собираюсь нравиться и угождать другим людям, потому что всем никогда не понравишься, и каждый из нас там не новый червонец, чтобы всем нравиться. Если ты зависим от мнения людей, если ты зависим, что скажут люди, дорогие, тут два варианта. Либо у тебя нет своего хорошего внутри, у тебя нет своей тайной комнаты, у тебя нет мечты, у тебя нет цели, у тебя нет твоей радости, твоих убеждений, и ты просто болтаешься, как в проруби что-то. Нехорошее. Куда прибьет, к какому берегу, кто что скажет. Либо у тебя есть твое хорошо внутри, но ты фокус внимания из твоего хорошо внутри перенес, что на работе скажут, что соседи скажут, что кумарья скажут, что родственники скажут. Да какая разница, что они скажут, дорогие. Что бы ты ни делал, они все время что-то будут говорить. Никогда не произойдет так, что ты всем понравишься и всем угодишь. Но только ты растеряешь себя. Поэтому, дорогие, что я хочу вам сказать. Я хочу вам сказать, что у меня есть, если у кого-то проблема зависит от мнения людей, у меня на YouTube есть папка вебинары в записи, есть полуторачасовой вебинар, как освободиться от общественного мнения. Я вас отсылаю туда. Вы прокачаете себя. Знаете, мне очень нравится песня одной группы, и я позволил себе выписать один куплет на эту тему. Прочитаю. Не ищу, не ищу, не ищу, не ищу одобрения и презрения. Не жаль от меня от людей. Если ставить превыше своих чужие мнения, что останется тебе от себя? Поэтому плевать на них. Тот голос, что звучит у меня внутри, пока еще не стих. Я не соответствую бесконечным ярлыкам, развешенным тут и там. Не играю по правилам, так как нравится вам. Я еще раз прочитаю. Не ищу, не ищу одобрения и презрения. Не жаль от меня от людей. Если ставить превыше своих чужие мнения, что останется тебе от себя? Поэтому плевать на них. Тот голос, что звучит у меня внутри, пока еще не стих. Я не соответствую бесконечным ярлыкам, развешенным тут и там. Не играю по правилам, так что нравится. Дети не отдают другим людям пульт управления от своей жизни. Если вы стали зависимы от мнения людей, если вам важно, что скажут люди, если вы хотите понравиться, в этот момент вы стали идолопоклонниками. Вы нарушили заповеди Божьи. Потому что не сделай кого-то идолом. То есть вы отдаете управление от своей жизни другому человеку, и он переключает. Ты хочешь ему понравиться. Ты не родился для того, чтобы кому-то нравиться. Ты не родился для того, чтобы кому-то угождать. У тебя от Творца одно единственное занятие, задание. Любить себя, угождать себе. Раскрыть свой потенциал. Проявиться в этом мире. Раскрыть свои таланты миру. Занять свое место в мироздании. В общем полотне мироздания. Проявиться. Осуществить свое призвание. Выучить уроки своей души. Раскрыться. Наслаждаться жизнью. Жить в удовольствии. Жить в наслаждении. Жить в изобилии. Жить в приятных сюрпризах. Жить в энтузиазме. Переживать драйв. Переживать мурашки. Дорогие. Если вы хотите, что скажут люди, у вас никогда не будет мурашек. Если вы хотите жить так, что вам скажут по сказке других, вы никогда не будете жить в наслаждении и удовольствии. Посмотрите на людей, которые радуются жизни. Им вообще все равно.